скажите мне вот что какие требования в части оплаты порядка оплаты закон предъявляет в общем подряд или в строительном подряд не важно по большому счету совпадали когда должна быть оплачена по общим правилам до после то есть по общему правилу какие-то комбинации часть сразу будет оплачена остальная 30 на 70 неважно это уже решается соглашением скажите теперь давайте вот какой момент поговорим сдача приемка у нас это как формируется как самостоятельное обязательство сдать результат работ принять кто обязан сдать подрядчик кто обязан принять заказчик сдать обязан подрядчик заказчик обязан принять в строительном подряде существует такой момент очень важный как уведомление подрядчика подрядчик вернее уведомляет заказчика о готовности результата работ к сдаче такое видели такое видели да а в из нити логику почему это требование является обязательным ведь если он не уведомил то соответственно он не может выполнить вот это обязательство сдать ему предшествует уведомление логика законодательная объяснитесь как вы по нему полагаете для чего установлено требование об уведомлении он уведомляет что результат готов сдачи и только после этого у заказчика наступает обязанность принять если заказчик не будет уведомлением если он будет уверен но не приедет таким образом и сходя из того что заказчик заканчивается определенный этап целом исполнение договора подряда может быть но подрядчику нужно под ограничение работы доставлять отчет и сдают остаток материала который нельзя рассудить заказчику соответственно он отчетнется а будет на работе обязан соответственно не увидит это в ходе отчета отчета не доставляет понятно мне кажется это действие заканчивает определенный этап в целом исполнении договора подряда то есть когда он завершает работу он подтверждает о том что ее завершил и после этого уже начинается начинается исполнение обязательства заказчика который должен принять этот результат и оплатить его и с этим может быть связана еще некоторая деятельность заказчика по подготовке допустим денежных средств потому что если это средний договор подряд то обычно цены большие собрать большую денежную сумму в короткие сроки часто невозможно ну тоже есть своя логика да и возможно чтобы он приехал проверил эту работу потому что он может находиться очень далеко в общем это связано именно с действием заказчика да вот это кстати правильно перенести обязательства на сторону заказчика я закончил все теперь чтобы сдать результат это же получается я должен сдать результат но я не могу его сдать без участия заказчика а заказчик не сидит под забором и не швозь пока что там достроен я должен во первых поставить его в известность что работа закончена приди пожалуйста и приди прими у меня результат потом если это какой-то технически сложный результат нужно организовать приемку например приемоздаточные испытания правильно то есть результат там может быть разный платье и вдруг в руки передать там померил все просто казалось бы с теми же программами для ИВМ но уж с домами там совсем другая история там госприемка должна быть и прочее и прочее то есть соответственно я когда выполнил я обязан его уведомить и если я там кстати переносятся риски с одной стороны на другую риски какие как вы полагаете какие риски перейдут на заказчика с того момента да переходят определенные очень значительные риски с того момента как я исполняю свои обязательства теперь теперь риски то перейдут не просто с момента уведомления например написано так я тебя уведомил а ты в течении 5 дней с момента уведомления там не позднее 5 дней должен явиться и принять результат работы и если заказчик не явился то соответственно после этого срока на него перейдет часть риска ну существенные риски на него перейдут и охранять результат работы тоже я же не обязана там держать охрану если он ко мне не приходит если он просто уклоняется или еще что это очень важный момент теперь смотрите как фиксируется допустим заказчик явился и в нормальных отношениях он является и результат вы с учетом заказчика все осмотрели сдали он принял как вы полагаете это как-то фиксируется или руки пожали и разошлись да все мое актом пожатия рук есть вариант дальше акт приемки передачи есть еще такое название акт выполненных работ слышали? акт выполненных работ не слышали? ну вы слышите еще не так акт выполненных работ акт приемки передачи в подряд не существует унифицированной формы документа о приемке который был бы обязателен для применения в общем подряд обязательно для применения поэтому стороны кто-то называет акт приемки акт выполненных работ то есть здесь на вашу фантазию главное чтобы соблюдались требования какой статьи какого закона помните мы говорили про первичные документы ну хотя бы название закона чтобы документ отчетный в данном случае акт в приемке выполненных работ содержал обязательные реквизиты которые установлены законом какие забыли кто помнит миша помнит не помнит кто помнит закон о бухгалтерском учете помните да? по-моему 9 если не ошибаюсь 9 да? 9 статья закон о бухгалтерском учете и так но существует такой вид подряда как строительный подряд как строительный подряд и там есть унифицированные формы там есть унифицированные формы эти 2 формы называются но их там много но мы говорим как раз именно о приемке о работе о перемещении материалов и так далее и так далее нас сейчас интересует 2 основных нас интересует момент сдачи работ. Эти формы называются КС-2 и КС-3. КС-2 и КС-3. Значит, КС-2 это от приемки выполненных работ, от сдачи приемки выполненных работ. КС-3 это справка о стоимости материалов, средств и так далее. То есть КС-3 это подробный перечень, чего выполнено, сколько это стоило и сводная цифра. Здесь тоже объем работ. Они, как правило, совпадают. Вот эти два акта, но это два акта, которыми закрывается работа. Это первичные учетные документы, которые необходимы в подтверждении выполнения работы. Можете в интернете посмотреть, как они выглядят, какие обязательные реквизиты они содержат и так далее. Скажите мне, пожалуйста, основной способ заключения договора, который у нас ГК называет. Способ заключения договора любого. Способ заключения договора. Скажите мне, договор заключается путем... А, я знаю, кого я спрошу. Я Витю спрошу. Мы с Витей это точно знаем. Юра уже спрятался. Виктор? Да. Итак, как заключается договор? Что вы для этого? Вот вы хотите с Юлей заключить договор. Она рядом сидит, просто близко к вам. Вы хотите с Юлей заключить договор. Вы что ей? Вы что скажете Юле или что? Что-то сделаете? Ну да. Ну, в предложении, что это? Предложение, да? Предложение. Ну, я не это имею в виду. Вы как учете? Да, это еще. Предложение. Вот. Ну, хоть слово уже вспомнили. Пошли в том направлении. А юридически, когда это предложение является предложением о заключении договора, это называется как? Умница. Афер. Итак, а чтобы Юлечка приняла ваше предложение, Юля, что сделает? Умничает. Умничает. А, горло болит. Юр, вы что сделаете принять предложение, Виктора, о заключении договора? Акцентируйте. Акцентируйте. Понятно. Будете внимательным. Так, а сделаете, что? Он согласится, да. Он согласится, а на юридический язык переведет? Акцепт. Да. Ну, повторите. Мешает. Акцепт. Ну, скажите, акцепт. Четко и ясно. Акцепт. Отлично. Витя сделает аферту, а вы ее акцептуете, то есть совершите акцепт. Это связь. Я, слушайте, я вам это говорю за тем, что сейчас быстренько задачу попробуем решить. Из реальной жизни случилось два месяца назад. Так, это способ заключения договора. Скажите, конструкция акцепта-ферта, она может применяться как способ изменения договора? Ну, гражданскому-то правильный. Свобода. Давайте на пальцах. Мы с вами договорились. О чем? Ну, я не знаю, подряд, подряд. Я подрядчик обязуюсь по заданию заказчика выполнить работу и сдать ему результат. То есть сшить платье. И заказчик мне говорит, я заплачу тебе 100 рублей, но сроки мы устанавливаем до 1 марта, ты сши мне платье. Так? И все это я ему предложила, направила предложение, я тебе до 1 марта за 100 рублей сошью платье. Он мне акцептовал, да, заплатил мне деньги, 100 рублей. Есть у нас отношения? Он может акцептовать путем оплаты, не направляя мне никаких писем? Да. Как это будет называться? Сосновальные действия. Какие? Конклюдентные действия. Да? Конклюдентные действия. Хорошо, я вижу, что я в сроке не укладываюсь к 1 марта. И я ему направляю письмо. И говорю, я тебе сошью твое вот то платье до 10 марта, но цену снижу на 80 рублей и 20 тебе выру, например. Ребюта фирмы, встречные. Таким образом мы можем изменить договор нашим. Почему бы и нет? Я это и хотела услышать. Почему бы и нет? То есть конструкция аферта и акцепта, она применяется не только в отношениях, связанных с непосредственным заключением договора, но также в отношениях, связанных с его изменением, расторжением, прекращением и так далее. А теперь задача. Попробуйте. Продолжение следует... Продолжение следует...